архитектурных и конструктивных элементов Revit, лектор Станислав Ощиков, специалист по BIM-моделированию и сертифицированный специалист Autodesk Revit Professional. Напомню, что сегодня четвертый вебинар из серии вебинаров по BIM-проектированию от основ до практического применения. Следующий вебинар из этой серии состоится 18 июля. Ссылку на серию вебинаров мы сейчас отправим в чат. Кто еще не зарегистрирован, регистрируйтесь, чтобы не пропустить. Также открою вам маленький секрет. Сейчас готовится к выпуску книга профессора Эдуарда Мейеровича Базеляна «Электромагнитная совместимость с молнией». И в связи с этим с июля мы планируем проведение серии вебинаров с Эдуарда Мейеровичем по новой книге. Первый вебинар из этой серии с темой «Электромагнитная совместимость с молнией. Постановка задачи и основные проблемы» состоится 4 июля. Ссылочки также на регистрацию отправляю в чат. Также скажу, что в этой серии вебинаров, которые запланированы по новой книге, будет три вебинара, по крайней мере. Они уже запланированы будут проходить в начале каждого месяца, начиная с июля. Ссылку отправил в чат. Помимо информации на сайте, вы можете узнавать о новых событиях и мероприятиях также в наших социальных сетях. Ссылочки отправляю также в чат. Регистрируйтесь в социальных сетях или на нашем сайте. Не пропускайте актуальные события. Итак, несколько организационных моментов. Вебинар продлится 60 минут. На вопросы мы будем отвечать в ходе вебинара в чате или дополнительно в конце вебинара, если потребуется. Вопросы прошу писать во вкладке «Вопросы». И сразу отвечу на частый вопрос. Запись вебинара будет. Она будет опубликована на сайте и после этого отправлена в виде ссылки на почту, на которую вы зарегистрировались на вебинар. Призываю вас быть активными, оставлять свои комментарии в чате и задавать свои вопросы. На этом вступительная часть завершена. Я передаю слово лектору. Спасибо. Так, ну давайте начнем. У нас сегодня тема, тоже она такая довольно обобщенная. Это создание архитектурных конструктивных элементов. Рассматривать будем мы на примере небольшого объекта. Какой у нас план, собственно. У нас план небольшой. Мы должны рассмотреть вертикальные элементы, как создаются. Это стены архитектурные, либо это конструктивные колонны. И горизонтальные, это различные полы, перекрытия. Также рассмотрим еще некоторые элементы, такие как создание балок, колонн с капителями и так далее. Сразу же я перейду на вид с Revit. Покажу, какой у нас здесь объект. Вот небольшое общественное здание. Это пристройка к жилому корпусу. Жилого корпуса здесь нет. И, собственно, здесь показано только, здесь нет инженерных систем никаких, здесь показана только архитектура и конструктивная часть. Можно посмотреть это в диспетчере проекта. Здесь создано несколько видов архитектуры, собственно, где расположено, где показаны все наружные стены, все внутренние перегородки, двери, окна, витражи и так далее. И конструктивная часть, где показаны только конструктивные элементы, это перекрытия, балки, балки, колонны и так далее. Начнем мы изучение с стен. Это, можно сказать, самое первое, с чего начинается проект, наверное, после осей. У нас стены создаются во вкладке архитектура, либо во вкладке конструкция. Здесь есть две кнопочки, стена. Здесь, во вкладке архитектура, когда мы нажимаем, у нас создается автоматически архитектурная стена. Если мы задаем это во вкладке конструкция, у нас автоматически создается конструктивная стена, несущая стена. Какая разница между этими двумя стенами? Разница в том, что у одной есть аналитическая модель для дальнейшего расчета, а у другой ее нет. И, соответственно, одну можно армировать, задавать ей армирование, а у другой этого делать нельзя. Стены, помимо того, что они делятся на архитектурные и несущие, либо конструктивные, также делятся на подкатегории, так называемые. Особенно это относится к архитектурным стенам. У нас есть базовые стены, витраж и составные стены. Это три подкатегории стен. Базовые стены – это, собственно, самые базовые стены. Они состоят из... Это многослойная конструкция, которая состоит из одного либо нескольких слоев. К каждому слою мы назначаем определенный материал, определенную толщину и определенную функцию этого слоя. Допустим, функция может быть... Этот слой может быть несущим, этот слой может быть теплоизоляционным, этот слой может быть просто изоляционным, этот слой может быть отделочным. Все это тоже можно задавать, это мы рассмотрим. Далее у нас есть такая подкатегория, как витраж. Витраж немножечко по-другому отображается. Здесь мы видим, что это уже такая вот система из вертикальных и горизонтальных элементов и заполнение такими вот панелями. Панели эти могут быть как стеклянными, так и какими-то глухими панелями. Это тоже мы разберем. И собственно составные стены. Составные стены у нас являются тем, что они состоят из нескольких базовых стен, разделенных по горизонтали. Здесь видим, что в данном примере у нас есть снизу у составной стены стена с отделкой из каких-то бетонных блоков, а сверху у нас стена из штукозудки. Это две разные стены, которые соединены в одну. Вернемся обратно к нашему файлу. Собственно, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Вот если мы выберем какую-либо из стен, мы видим, так же как и у остальных элементов, мы видим в окне свойств, свойства экземпляра этой стены. Помним, что у нас из предыдущих вебинаров, что у нас у всех элементов есть свойства экземпляра и свойства типа. Свойства экземпляра у нас определяют положение в пространстве наш объект, нашу стену. Это на каком уровне она находится, какое у него смещение снизу, какое сверху, какая ее высота, несущая стена это, либо не несущая. Также мы здесь видим ее габариты, это длина, площадь, объем этой стены. И различные параметры, атрибутивные, текстовые, которые можно забивать. Это позиция, допустим, стены, пределы днестойкости именно данной стены. Какое-то примечание, можно прописать даже текст на каком этаже она находится и так далее. Любая стена создается на основе какого-то уровня. Если нам нужно создать стену на первом этаже, нам нужен уровень первого этажа. Я могу перейти на план первого этажа для удобства. Вот здесь у нас есть оформленный план, уже с марками, с размерами, с осями. И давайте нарисуем вот такую стену. Нажимаем на стену. И первое, что видим, у нас здесь есть некоторые параметры сверху, которые нам нужно задать. Первое, это параметр высоты, либо глубины. Куда у нас будет создаваться стена вверх относительно уровня, либо вниз. Глубина, это значит, что она будет создаваться вниз. Бывает так, что когда вы задаете глубину, у вас получается так, что ваша стена, видите, не показывается. Хотя здесь она почему-то показалась. Да, вот, можно посмотреть, что она спроецировалась вниз на минус 3 метра относительно первого этажа. Она как бы за ним находится. Соответственно, если мы выбираем высоту, то она будет относительно уровня первого этажа создаваться вверх, до второго этажа. Далее мы выбираем уровень, до которого мы будем нашу стену тянуть. Это может быть уровень, допустим, второго этажа, либо здесь также присутствуют уровни плиты первого и второго этажа. Также мы можем задать неприсоединенную высоту. Какая между этим разница? Зачем присоединять, а зачем не присоединять? В каких случаях? Собственно, в тех случаях, когда у вас межэтажная какая-то перегородка, стена между этажами, то вам, конечно, лучше присоединять стену к вышележащему этажу. При этом, когда вы будете изменять уровни в вашем проекте, допустим, взяли, подняли уровень, сделали высоту этажа не 3 метра, а 3,300, у вас, соответственно, все эти стены, которые присоединены к вышележащему этажу, они тоже изменят свою высоту, так как у них есть зависимость с этими уровнями. Если же у вас стоит значение неприсоединенное, то, соответственно, такого не произойдет. Если вы передвинете уровень, то верх стены останется на той отметке, на которой был. Для чего это нужно? Допустим, для таких стен, как парапет, у которых вы задаете определенную высоту, и все, вам больше не надо ее менять. Допустим, сделали там метр-двести, все, вам изменять его не надо относительно уровней. Задали метр-двести, он у вас больше меняться не будет. Идем дальше. У стен есть так называемая привязка стены. Привязка стены отвечает за расположение стены относительно линии построения. Если вы посмотрите на любую стену, когда я создаю, то можно увидеть, что при изменении этой привязки положение стены при ее размещении меняется. Допустим, сейчас у меня стоит осевая линия стены. Моя стена ровно по центру проходит относительно линии построения. Если я выберу, допустим, чистая поверхность наружная, то, соответственно, уже видно, что моя стена относительно этой поверхности рисуется снаружи. И, соответственно, то же самое можно сказать для чистой поверхности внутренней. Она у меня будет рисоваться изнутри. Очень хорошая кнопка. Если вы начали рисовать стену, а у вас она расположена не с той стороны относительно линии построения, допустим, вам нужно вниз ее нарисовать, можно нажать просто пробел, она переключится, у вас будет рисоваться вниз. Очень удобно. Далее, после того, как вы настроили все эти параметры, вы можете уже задать статус соединения. Автоматически все стены в Revit у вас задаются с соединением. Если вы рисуете две стены рядом, вот таким образом, то автоматически у вас будет формироваться вот такой вот угол с объединением одинаковых слоев. Если же у вас будет отключена эта кнопка, то, соответственно, соединения никакого не произойдет. После того, как вы нарисовали, допустим, несколько стен, давайте посмотрим, что дальше можно сделать. Вот нарисовали стену. И что видим? При выделении этой стены у нас есть вот такая кнопочка «Изменение ориентации стены». Эта кнопка отвечает за расположение наружной поверхности. Соответственно, за этим тоже, конечно, стоит следить, чтобы у вас все наружные поверхности были именно наружу, а не внутрь. И для изменения вот этой ориентации стены вам нужно просто нажать на этот треугольничек. Тогда у вас стена изменит свое положение относительно своей оси. Либо тот же самый пробел, про который я говорил ранее. Если вам нужно поднять, либо опустить стену на какую-то определенную высоту относительно уровня, то не нужно создавать, конечно же, на этой отметке уровень. У нас есть специальные параметры. Сейчас перейду на 3D-Vid. Вот наша стена, которую я создал. И, соответственно, если мне нужно опустить ее на небольшую высоту вниз, то мне нужно просто задать смещение снизу на какую-то высоту, допустим, минус 300 мм. Она у меня опустилась. При этом в зависимости от уровня она осталась этаж первой. То же самое работает и положительные и отрицательные значения. И также работает и смещение сверху. Давайте теперь посмотрим на параметры типа этой стены. Что у нас внутри типа. Выделим стену существующую и нажмем на кнопку «Изменить тип». Здесь у нас присутствует вот некоторый набор параметров. Их достаточно много. Некоторые параметры у нас являются системными, некоторые параметры у нас являются параметрами проекта, которые добавляются. Сразу же скажу, что все параметры, которые начинаются со слов ADSK, это общие параметры, которые созданы сообществом Autodesk. И ими пользуются очень много проектных организаций. Они созданы для того, чтобы была какая-то общая база для всех организаций, которые работают с Revit. Здесь у нас, какие у нас здесь есть параметры, очень важные. Первый параметр – это, соответственно, структура. Здесь этот параметр, мы не можем назначить его сразу, как какое-то значение, мы можем его изменить. И в этом параметре вот находится такая, еще одна табличка, в котором мы видим, каким образом наша стена создает, что в ней, какие слои внутри нее, какая функция этих слоев, какой материал, толщина и так далее. Здесь видим, что у нас есть три основных материала. Это кирпичная, ну, здесь немножечко неправильно написано, шаблон старый был еще, кирпичная плитка. Понятно, что это кирпичная кладка. Далее идет изоляция, теплоизоляция, и дальше керамогранит. Здесь керамогранит уже с толщиной, с какой-то системой, там, 70 мм. Понятно, это не толщина гранита. У каждого материала, у каждого слоя должна быть задана определенная функция. Функция влияет на то, каким образом будут соединяться наши стены. Есть пять основных функций материала. Это структура, основа, термическая воздушная прослойка и две отделки. Отделка 1 и отделка 2. Изолирующее покрытие стоит отдельно. Изолирующее покрытие – это тот слой, у которого мы можем толщиной пренебречь. Это слой с нулевой толщиной. Допустим, это какая-то пароизоляция. Чтобы она считалась в проекте, ее можно добавить и, соответственно, толщину указать нулевую. Собственно, здесь очень важно понимать, каким образом назначать эту функцию. Если у нас, допустим, стена какая-то бетонная, несущая, то у бетонных стен обычно ставится структура функции. Функция структуры является самой главной. Соответственно, она будет при соединении к другим стенам, она будет прорезать все оставшиеся другие стены. Дальше идет функция основа. Для функции основа обычно применяются стены, кирпичные какие-то перегородки, в общем, ненесущие стены. Остальные функции термическая воздушная прослойка мы используем для теплозвукоизоляции и для материалов такого рода. И, соответственно, две отделки. Отделка 1, отделка 2. Это, собственно, различные штукатурки, плитки, керамограниты и так далее. Далее мы задаем материалы для наших стен, для наших слоев и толщину этого материала. Вот можем, допустим, даже здесь поменять. 380 мм, допустим, сделать кирпичную укладку. Вот у нас даже на данном виде произошли сразу же изменения. Соответственно, если я сейчас поменяю здесь толщину на 380, то у меня все эти стены, которые здесь, они поменяют свою толщину на 380 мм. Закроем пока что это окно. Собственно, здесь вдаваться я в подробности особо не буду. У нас вебинар такой ознакомительный. Дальше идем. Это как раз вот такие базовые стены. Если мы раскроем список типов стен, которые у нас здесь присутствуют, то мы можем увидеть, что их гораздо больше, чем представлено вот здесь в проекте. У нас есть обычные кирпичные какие-то стены, есть стены с отделкой, есть перегородки и так далее. Есть вот бетонные стены. Идем дальше. Давайте теперь посмотрим на конструктивные элементы. У нас есть вот здесь вот внизу, ниже уровня первого этажа, стены из бетона. Чем отличаются стены несущие от стен архитектурных? Как я уже сказал, у них есть несущая конструкция какая-то. Причем не нужно создавать отдельно какие-то категории для несущих стен. Любую стену можно создать несущей. Что для этого требуется? Вот, допустим, я могу выделить любую абсолютно стену. Вот какая-то фасадная стена, обычная кирпичная с отделкой. И в ее свойствах здесь есть кнопка несущие конструкции. Как только я эту галочку нажимаю, все, у меня появляются здесь дополнительные параметры. Это включение аналитической модели и армирование. Я могу эту теперь стену заармировать, выкинуть ее в расчет куда-то в другую программу, чтобы проанализировать. И так далее. Здесь как раз видим то же самое. Я выделяю эту бетонную стену и видим, что у нее есть вот такие параметры. Помимо этого, у нас также есть параметр материала несущей конструкции. В этой же вкладке, в параметрах типа, там, где мы назначаем материалы, если у нас стоит галочка материал несущей конструкции, то, соответственно, вот этот материал, бетон, будет включен в расчет при расчете в какой-то программе для конструкторов. И будут использоваться те характеристики материала, которые представлены вот в этом материале. В этот материал можно зайти, и у него есть определенные физические параметры. Вот они здесь представлены. Это тоже все можно менять. Соответственно, все вот эти параметры, они перейдут в расчетную программу и будут использоваться там. Идем дальше. Помимо того, что у нас есть стены обычные базовые, такие как несущие стены и архитектурные, у нас есть еще и витражи. Витражи у нас тоже здесь представлены. Вот видим, на фасаде у нас есть вот такие элементы. Это витражи. Витражи тоже являются стенами, но они уже немножечко по-другому работают. Вот, что у них, чем они отличаются от обычных базовых стен. Отличаются они тем, что у них нету структуры. Если мы зайдем в свойства типа, мы не видим здесь никакой структуры. Мы не можем назначить там несколько слоев для витражей. Здесь представлена совсем другая вот картина. Здесь мы видим настройку для вертикальной горизонтальной сетки и задание заполнения этой сетки и задание импостов этой сетки. Соответственно, наши витражи состоят из нескольких семейств. Это уже довольно сложное такое семейство системное. Состоят они из двух видов семейств. Это, соответственно, импосты, которые вот у нас являются горизонтальными либо вертикальными элементами. И, соответственно, заполнение между этими импостами – это панели витража. Это вот эти вот панели. Причем витражи созданы таким образом, что мы можем заменять абсолютно любую панель на какую мы захотим. Допустим, я могу выделить вот одну мою панельку стеклянную. У нас в свойствах также показываются ее какие-то параметры, что это системная панель, стеклопакет 25 мм, какие-то ее тоже характеристики, площадь, ширина, высота и так далее. Я могу в любой момент открепить эту панельку и заменить на любую абсолютно другую. Причем, вот посмотрите, что представлено в качестве замены. Помимо того, что мы можем обычные системные панели использовать, допустим, вместо остекления здесь будет глухая панель. Вот, заменили на глухую панель. Помимо вот этих обычных системных семейств, мы можем использовать даже другие стены и даже другие витражи. Можно вставить витраж в витраж. И, соответственно, можно вставить даже в это заполнение, вставить обычную кирпичную стену, которая у нас есть в базовых стенах. Вот, вставили вместо витража вот эту стену. Применяется это, конечно, редко, но на самом деле это применяется в практике. Такие ситуации, когда в витраж нужно вставить стену. Когда это нужно сделать? Допустим, если у вас фальшерстекление есть, у вас там конструкция многослойная, это утеплитель и потом еще какая-то отделка в виде вот этого фальшерстекления. Вам тогда нужно уже создавать такую стену и вставлять ее вместо панели витража. Вот таким образом. То же самое можно делать и с импостами. Мы можем в любой момент открепить какой угодно, даже несколько, и поменять его на совершенно другой тип. Вот, допустим, на круглую. Идем дальше. Помимо того, что у нас вот есть вот такая сетка, мы можем, ну, при создании она создается автоматически. Если я вот нарисую вот здесь рядышком такой же витраж, то, видите, сетка создается автоматически. Помимо того, что сетку можно создавать автоматически, ее можно создавать вручную. Если я рядышком нарисую витраж без сетки, я могу задавать его как я захочу. При помощи инструментов схема разрезки стены. Можно указывать вертикальные и горизонтальные элементы. Вот, допустим, появляется такая пунктирная линия. Ее, конечно, видно плохо на тонированном виде. Можно сделать скрытый вид. Вот она появляется. И указывает расстояние, на котором я буду размечать этот элемент. Вот здесь два временных размера. 1,1 метр и 6,2 метра. И я могу любую абсолютно сетку создать, которая мне нужна. С любым шагом. Если здесь шаг у меня одинаковый, равный, то вот здесь я могу задать какую угодно. При этом, хоть вертикально, хоть горизонтально. Есть еще очень хорошая функция у витражей. Это задание в панели витража двери. Если я выделю, опять же, вот эту системную панель, помимо того, что я могу кирпичную стену сюда внедрить, я могу еще туда внедрить дверь. Двери тоже присутствуют у нас в перечне элементов, которые можно вставлять в вот эту вот панель витража. И в самом верху у нас вот здесь вот есть такие навесные двери, остекленные. Вот, допустим, двупольную можно задать, либо однопольную, левую, либо правую. Выбираем. Вот у меня дверь вставилась. При этом на плане, сейчас я перейду на план этажа, при этом на плане эта дверь у меня показывается как дверь. Вот прям ее можно замаркировать. У нее есть все параметры, которые присутствуют у обычной двери. Если я сравню с вот этой дверью, то все эти параметры есть. Группирование, зона, количество, позиция. Все эти параметры присутствуют здесь. Их тоже можно пробивать, и она также будет заноситься в ведомости. Идем дальше. И последний тип стен, который осталось рассмотреть, это составные стены. На самом деле составные стены применяются редко. Они не особо удобные, но это, конечно, так можно сказать, моя точка зрения. Может быть, кто-то их использует. Но я вот в своей практике их использую очень-очень редко. Даже можно сказать никогда. Последняя вот эта вот подкатегория, вот составная стена, видите, здесь один всего лишь экземпляр представлен. И кирпич по бетонному блоку называется. Если я вот размещу, давайте посмотрим, что это будет. Вот видно, что эта стена по вертикали, точнее по горизонтали делится на две стены. Внизу у нас бетонные блоки, сверху у нас кирпичная кладка. Все те же параметры, которые у нас есть в базовой стены, они присутствуют вот здесь и у составной стены. Но если мы зайдем в свойства типа, у нас здесь, видите, нет совершенно никаких параметров. Почему нет параметров? Потому что эта стена состоит из двух стен базовых. И, соответственно, если я хочу изменить эту стену, мне нужно изменить базовые стены. В структуре я могу задать количество вот этих вот стен, которые у меня будут использоваться в этой стене. Допустим, вставить еще одну сверху. И, допустим, задать у нее высоту. Давайте посмотрим. Высота будет метр в начале. Это будет переменная. И задам у нее, допустим, кирпич. Давайте газобетон 100 мм. Жмаем ОК. Вот у меня появилась еще сверху вот такая стена 100 мм. И, соответственно, уже три стены совместно создаются. Почему они редко применяются? Неудобно с ними на самом деле работать. Легче создать бывает три отдельные стены просто на разных отметках, на разных уровнях. Точнее, не на уровнях, а на разных смещениях от уровня. Первую стену вот на... Вот видите, смещение снизу сразу же автоматически задается 2100. Далее следующая стена, кирпичная, на смещение 1200. И, соответственно, последняя на смещении 0. И работать отдельно с тремя стенами. Какие еще особенности... Давайте поговорим про особенности, как стены вообще создавать. И какие обычно при этом правила применяются. Первое правило это то, что архитектурные стены отделяются от конструктивных стен. У нас сейчас конструктора и архитекторы, они работают в разных файлах. И даже если они работают в одном файле, стены архитектурные от стен конструктивных лучше, конечно, отделять. Что это... Как это понимать? Если вам нужно создать стену... Вот, допустим, сейчас я как пример покажу. Если вам нужно создать стену с несущим элементом каким-то, бетонным... Давайте я скопирую эту. И вместо кирпича задам здесь в качестве границы сердцевины, в качестве сердцевины, слой, несущий из бетона. Вот он, бетон. Вот мои стены. Точнее, моя стена. Вот так вот представлена. У нее есть несущий слой, который будет потом передаваться, допустим, в какой-то расчет, который используют конструктора. И есть архитектурная стена. Это вот как раз теплоизоляция и какая-то отделка. Соответственно, когда работают два специалиста, конструктор, архитектор, эти стены необходимо разделять. Отдельно создавать конструктивный элемент, отдельно создавать архитектурный элемент. Делается это просто. Мы создаем вначале бетонную стену, вот такую. А дальше мы создаем ту же самую стену, только без... Я еще раз скопирую. Только без вот этого несущего элемента. Я просто оставляю, я его удаляю и оставляю только теплоизоляцию и керамогранит. И создаю по, уже получается, внутренней поверхности, вот так. Создаю ее вот таким образом. Вот как это делается. Соответственно, у вас отдельно конструктор работает со своей стеной, а архитектор работает со своей отделкой. В сумме все равно получается та же самая стена. Есть, конечно, некоторые нюансы, когда вы будете, допустим, размещать, когда архитектор размещает проемы какие-то дверные, либо оконные. В многослойных конструкциях они, конечно же, прорезают всю стену, но здесь, если я поставлю эту дверь, то у меня будет прорезать только один слой. Но это, конечно, тоже решение есть в этой ситуации. Если мы объединим две эти стены при помощи, вот во вкладке «Изменить» есть такая кнопка «Соединить стены», то мы, собственно, решим эту проблему. Вот у меня вставленная в конструктив дверь. Теперь вырезает не только сам конструктив, но уже и вот эту архитектурную стену. То же самое работает и с отделкой. Если нужно задать внутреннюю отделку, то, соответственно, это создается отдельно стены с отделкой. Штукатурка, там 20 мм, такая тоненькая стена, она будет присутствовать. Так, идем дальше. Здесь, помимо того, что у нас есть стены, у нас есть еще и колонны. Колонны у нас являются уже не системными семействами, как, допустим, стена, а уже загружаемыми. Чтобы нам загрузить какую-то колонну, какое-то семейство колонны, нам нужно выбрать файл этой колонны и подгрузить его в модель. Здесь у нас представлено два семейства. Это колонна с капителью и колонна без капители. Сейчас покажу, где она представлена. Вот колонна без капители. Какие особенности у колонн? Колонны являются тоже элементами, которые привязываются к уровню, к определенному. Также у них есть смещение снизу, смещение сверху, абсолютно так же, как и у стен. У них есть аналитическая модель, и они могут тоже включаться дальше в расчет. Их также можно армировать и задавать им абсолютно любой перечень параметров, которые необходимы. Вот, допустим, ширина, глубина капителя. Здесь есть тоже одна особенность. Давайте посмотрим на аналитическую модель. У нас есть у каждого элемента аналитическая модель. Соответственно, у колонны это вертикальная линия. Здесь у нас представлена в 3D-видах аналитическая модель. И мы можем посмотреть, что... Вот, допустим, колонна наша. Наша колонна. Но, как показывает практика, вот как раз у колонн у обычных все верно. Она должна являться просто вот такой вот линией. Но у колонн с капителю здесь должно быть немножечко по-другому. Капитель тоже должна включаться в расчет. А здесь мы видим, что вот наша колонна с капителю. Вот можно прочитать типоразмер в семействе. Колонна прямоугольная с капителю. Но капитель в расчете участвовать не будет, ее нет. И конструктора решили эту проблему тем, что саму капитель делают отдельно перекрытием. У перекрытий, мы к этому чуть позже вернемся, у перекрытий тоже есть аналитическая модель вот такая. И, соответственно, если вы делаете капитель перекрытием, то у вас появится вот здесь вот над колонной еще один аналитический элемент, аналитическая модель, которую тоже потом можно будет включать в расчет. Вот таким образом это решено. Помимо колонн у нас также есть еще присутствуют перекрытия и балки в качестве несущих элементов. Балки у нас тоже привязываются к уровням. Мы тоже задаем смещение относительно уровня. И также задаем параметры для расчетов. Это какой материал будет несущих конструкций, будет ли включена аналитическая модель и так далее. Аналитическую модель тоже можно вот здесь вот посмотреть. Вот наши аналитические модели наших балок. Вот они оранжевым подсвечиваются. Соответственно, здесь все параметры, которые необходимы для задания расчета, они есть. Сам Revit, конечно же, не рассчитывает ничего. В Revit можно собирать нагрузки, но в дальнейшем при расчете нужно использовать другие какие-то программные комплексы. Давайте перейдем дальше к перекрытиям. Перекрытия у нас так же, как и стены, у нас могут являться архитектурными и несущими. Что в архитектурные перекрытия входят? Это полы. И можно туда же отнести какие-то покрытия, допустим, кровли, какие-то проезды. В общем, то, что не несет никакую нагрузку. А наоборот является нагрузкой. Также, как и со стенами, здесь такой же принцип работает. Отделять конструктивные элементы от архитектурных элементов. Не нужно создавать такую общую конструкцию вместе с конструктивным элементом и вместе с архитектурной конструкцией, допустим, пирога, пола, либо кровли. Следует их разделять. Здесь присутствуют абсолютно такие же параметры конструкции. Допустим, давайте я выберу вот это перекрытие под названием покрытие кровли. Зайду в свойства типа и у нее тоже есть конструкция определенная. Если я нажму на кнопку изменить, здесь то же самое вижу, ту же самую табличку, как и у стен. Мы также задаем для этой конструкции слои. У каждого слоя задаем функцию, задаем материал и толщину материала. И дальше у нас уже создается вот такой вот пирог. Можно посмотреть его вот здесь. То же самое можно создавать и на конструктивных элементах. Но здесь, понятное дело, будет немножечко все попроще. Здесь нет никакой такой большой структуры. Здесь один слой, у которого заданы несущие конструкции, материалы несущие конструкции для расчета. Вот так вот оно представлено. То же самое с полами. Если посмотрим на какой-либо пол, давайте я перейду на, допустим, на план второго этажа для этого. Вот у нас здесь есть помещение. И можно выделить, так, сейчас момент. Вот пол. Пол второго этажа. Его можно посмотреть в 3D виде, чтобы было удобно. Вот он. И видно, что... Давайте я немножечко сделаю разрез. Вот так подрежу. И видно, что у меня отдельно элемент пола и отдельно элемент перекрытия. Точно так же могу зайти в этот элемент пола и посмотреть, какие слои у меня здесь включены. Вот стяжка, звукоизоляция и какая-то отделка финишная. Каким образом создаются перекрытия? Если стены мы создавали указанием начальной и конечной точки, то, соответственно, у перекрытий немножечко посложнее. Для создания перекрытия нам нужно указать контур. Если я создаю перекрытие, нажимаю на кнопку во вкладке архитектура, кнопка пол-перекрытия, у меня Revit уходит в режим редактирования. Здесь появляются вот такие галочки с крестиком. Вся панель становится неактивной. Видите? Ничего, ничего неактивно. И, соответственно, здесь у меня представлен инструмент рисования, при помощи которого я задаю какой-то определенный контур перекрытия. Можно делать линиями, можно делать сразу же прямоугольниками и так далее. Здесь тоже есть одно правило, которого следует придерживаться. Это не создавать контуров больше одного. Вот, соответственно, сейчас я включу отображение всей геометрии. Давайте я еще раз создам одно перекрытие. Допустим, если вам нужно создать два перекрытия рядом, даже если они абсолютно одинаковые, не нужно создавать вот таким образом. Два контура. Вам Revit позволит это сделать, но... Сейчас я его перемещу, чтобы было видно. Вот оно. Но это будет считаться как единый элемент. Вот. Это неправильно. Так как элементы разделены, они должны быть как бы двумя элементами, не одним. Соответственно, если вам нужно показать два перекрытия, даже если они одинаковые, вы создаете отдельный контур для одного и дальше уже создаете такое же перекрытие рядом для другого. Вот, чтобы это были отдельные элементы. Вот, собственно, два таких правила. Это первое, опять же, как и у стен, архитектуру от конструктирования отделять. И второе правило, это то, что в одном контуре, в одном перекрытии должно быть только один контур находиться. Для создания каких-либо, допустим, отверстий, вы можете создавать прямоугольники внутри самого контура. Вот таким образом. Тогда у вас вырежется этот элемент. Вот таким образом это происходит. У меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Можем переходить к вопросам. Здесь уже какие-то вопросы есть. Я, к сожалению, пока не смотрел. Да, вот вопрос. Есть ли стены, можно соединить? Можно ли их разъединить? Есть такая функция, очень хорошая. На самом деле, когда я открыл, я прям рад был, просто неимоверно. Потому что Revit иногда соединяет эти стены очень некорректно для меня. И реально очень много маялся с этим. Допустим, если вы создаете стену, нарисовали ее, вы прямо в режиме редактирования этой стены, так, извиняюсь, она уже у меня автоматически запрещена соединением, вы прям в режиме редактирования этой стены можете ее отсоединить. Вот видите, она автоматически у меня соединилась. Если я нажимаю правой кнопкой мышки вот на вот этот маленький синий кружочек, на эту синюю точку, то в ней, вот в этом раскрывающемся списке, есть кнопка «Отменить соединение». Вот нажимаете на нее, и у вас с этой стороны, именно вот с этой, не с обеих сторон, а только с этой стороны, произошло отсоединение стены. И я тогда уже могу разместить ее, куда мне нужно. Вот так, извиняюсь, случайно нажал опять на соединение. При нажатии на вот этот вот элемент, на эту иконку, он обратно разрешает соединение. Я могу хоть вот так вот даже присоединить ее. Вот как мне удобно, так я и присоединю. Если я обратно нажимаю на соединение, он, видите, у меня опять подрезает. Поэтому очень удобно вот этот вот инструмент использовать, вот эту кнопку, в тех моментах, где нам соединение не нужно. Дальше идем. Стена единая и соединенная, по-разному прорезались. Да, смотрите, вот если посмотреть на вот эти вот две стены, здесь у меня вот эта дверь вставлена в конструктивный элемент, вот в эту стену. А дверь всегда вставляется по поверхности этой стены. Если бы я ее вставил в стену с отделкой, то у меня картина была бы одинаковой абсолютно. Вот видите, что здесь, что здесь. Идем дальше. Иногда, знаете, я для себя новые какие-то моменты открываю. Особенно в новых версиях что-то они добавляют. Но так, на самом деле, думаю, пару лет хватило, чтобы освоить примерно программу. Слышно меня? Да, Анатолий, слышно. Вопрос есть? Отлично. Сейчас будем отвечать. У меня просьба зачитывать полностью вопрос перед тем, как отвечать, чтобы запись у нас сохранилась. Так, еще вопросы. Еще вопросы. Что еще работает в Revit и не всегда корректно? Сергей, знаете, честно скажу, есть моменты, и их достаточно много в Revit. Перечислять их сейчас не буду, но на самом деле, когда вы будете работать, вы столкнетесь с ними. Но на самом деле, на любую недоработку найдется решение, которое эту недоработку исправит. Исправит. Так, еще вопрос. Так, пожалуй, самый главный вопрос. Поддерживает ли Revit наши формы оформления чертежей согласно действующим ГОСТ или только буржуйские? Хороший вопрос, конечно. Да, поддерживает. У нас специально созданы шаблоны, в которых это оформление присутствует. Вот. Это и шрифты, и все элементы, которые нужны, и все аннотационные обозначения, которые у нас присутствуют при оформлении, они все там соблюдены по ГОСТу. Некоторые моменты, да, некоторые моменты такие специфические реализовать сложно, но, можно сказать так, при помощи костылей, так называемых, это тоже можно решить. Допустим, вопрос, вот я как пример приведу, спецификации в Revit. Если посмотреть на спецификации в Revit, то, вот я сейчас открою на листе, допустим, какую-то спецификацию, то видим, что здесь высота нашей строчки 5 мм, примерно 5 мм, а у нас по ГОСТу 8 мм. На самом деле, я пока что не встречал таких экспертов, которые там, или нормоконтроль, которые вот это вот прям на корню зарубают, что нельзя так принимать с 5 мм, но на самом деле можно реализовать при помощи некоторых костылей, чтобы было 8 мм. Вот такие моменты есть, конечно, при оформлении, но они тоже все исправимы, все можно как-то обойти. И на самом деле здесь можно сказать так, с уверенностью, что да, разделы AR, KR, вообще, в принципе, все разделы можно выпускать из Revit абсолютно, что, в принципе, многие сейчас в организации и делают. Станислав, сейчас я на один из вопросов отвечу. Значит, Виктор дал вопрос, я проговорю еще раз, запись вебинара будет, через несколько дней мы обрабатываем запись, выкладываем на сайт, и после этого делаем рассылку на электронные адреса, по которым зарегистрированы на вебинар. То есть запись будет. Дальше Виктор уточнял, я так понимаю, вопрос о том, сколько времени необходимо на то, чтобы освоить Revit. Виктор, уточните, ну, то есть, до какого уровня, может быть, или там, ну, Станислав может ответить, нет, вот в общем. В общем, я думаю, чтобы просто проектировать, если у вас есть шаблон, если вы, допустим, прошли обучение где-то на каких-то курсах, и у вас не было промежутка, когда вы ничего не делали, вот, допустим, прошли обучение и сразу же начали что-то делать в Revit, то, я думаю, там, 3-4 месяца вам хватит, чтобы полностью освоить программу, ну, и выпускать документацию оттуда. Самостоятельное изучение, конечно, это гораздо дольше. Да, еще вопросы по созданию. И присвоению текстур поверхностям будет урок. Такого урока не планируется, сразу говорю. И еще второй вопрос сразу же. Планируется ли вебинар о работе с семействами? По работе с семействами тоже вебинар не планируется. Список вебинаров. Я сейчас отравлю ссылку. Они все опубликованы на сайте. До конца года у нас еще большое количество вебинаров. Все темы там есть. Можете посмотреть, что именно запланировано. Также пишите в комментариях, может быть, есть пожелания, что бы вы хотели, какие темы вебинаров можно будет обсудить и, возможно, добавить. Сейчас, секунду, ссылку отравлю. Если есть вопросы, Станислав, можно еще ответить. У нас есть несколько минут. Так, вопрос тут в общем чате. Что конкретно по... Так, вопрос, не понял. Что конкретно по электрике, молниезащите и заземлению? В смысле, выпускается ли через ревит? Отвечаю, что да, выпускается через ревит. Конечно, тоже с костылями. К сожалению, у нас такие условия в России, что чтобы все вот эти программы и ГОСТы как-то поженить, нужны определенные костыли. Без них не получится. Так, ну, я думаю, вопросов больше нет. Да, коллеги, напишите, если есть вопросы. Если вопросов нет, тоже напишите, что вопросов нет. И мы, собственно, будем понимать, что можно завершать, потому что осталось буквально пару минут с времени отведенного. Нет, Валерий, по армированию вебинара не будет. У нас вот эти вебинары ознакомительные. Дальше у нас будут вебинары уже по оформлению и по работе с ведомостями. По армированию такого не предусмотрено. Сбросил еще раз список всех вебинаров. Можете посмотреть до конца года те, что запланированы. Все темы уже на сайте. Собственно, это весь список, то, что будет до конца года. Возможно, добавится еще несколько вебинаров с Эдуардом Ейровичем, но это чуть позже мы уже поймем. В конце года они будут. Коллеги, спасибо вам за участие. Станислав, спасибо за доклады и ответы на вопросы. Будем завершать наше мероприятие. Ссылочки я отправил. Переходите, смотрите, выбирайте, регистрируйтесь. И до скорых встреч на следующих вебинарах. Напомню, следующий вебинар у нас 4 июля с профессором Базилианом. Будем ждать вас. До свидания. Все, спасибо. До свидания.